Казань Олег сам заявил, да, попросил увольнения Клуб поддержал, поэтому я не могу здесь ничего комментировать Потому что сегодня с утра мы были заняты подготовки к будущему матчу Всем привет, привет, ребят Я нахожусь в Челябинске на матче звезд Клуба к вызову молодежной хоккейной лиги Но сейчас нет повода не поговорить об отставке Олега Знарка из Акбарса Что я об этом думаю Во-первых, как уволили Олега Знарка Это произошло весьма неожиданно после матча с Локомотивом Играл Акбарс дома в Казани И матч получался таким, что Акбарс достаточно легко выигрывал Локомотив был не самый оптимальный состав Заболели какие-то ребята И победа Акбарса получилась уверенной Кроме того, команда набирает ход по сезону Одержала три победы в четырех матчах В общем, ничто не предвещало Как рассказывают очевидцы Те мои коллеги, которые были на этом матче Знарок в нормальном расположении духа Пришел на пресс-конференцию Она получилась достаточно такой банальной И даже лютая казанская пресса Которая любит кусать тренера Задавать какие-то подкожные вопросы Тоже была достаточно скучной Ничего не лезли к Знарку И ходили какие-то там злопыхатели Говорили, что ну вот, похоже, его не уволят Команда набрала ход И вся эта затея С тем, чтобы Знарка снять по ходу сезона Потому что мы знаем, слухи То там, то сям Выскатели такие Вся эта затея, казалось, шла лесом Потом Знаров зашел в раздевалку после матча Тоже было нормальное общение Ничто не предвещало С корреспондентами шутил Кто-то отмечал даже, что он был на редкость веселым Олег Валерьевич И даже какому-то корреспонденту Предложил остаться в Казани И он приехал из Москвы И говорит, что ты фартовый Мы с тобой побеждаем Оставайся с нами И потом, через полчаса Бомбанула новость На сайте Акбарса Появилось заявление Что клуб удовлетворяет Прошение Знарка об отставке Цитата Знарка Цитата Генменеджера Вот такая развязка Второе Кто заменит Знарка Во-первых, в моей информации Знарок не то, чтобы прям врывался уходить По ходу сезона Несколько раз меня спрашивали об отставке Он говорил То, что хотел бы работать дальше Я не уверен, что он подписывал Какую-то бумагу об уходе Возможно Акбарс его уволил сам Потому что думал Уже не первый день Кем его заменить Может быть, он с кем-то договорился Я не удивлен Если Новость об отставке Знарка Стала новостью Для самого Знарка Он, кстати, попрощался с командой Но уже на следующий день Не в пятницу А в субботу пришел Пожал руки и ушел То есть он не мог поступить иначе Но я бы, может быть, даже сказал Что впервые в карьере из Знарка ушли Вот Не то, что у меня кончится контракт Он перешел в какое-то другое место работы С ним попрощались Но вполне возможно Клуб к этому давно готовился И справедливо Акбар сыграл совсем не как фаворит Но вроде бы казалось Что какие-то проблески в последних матчах пошли Заменит кто Знарка Появилось сразу очень много информации Появился сюжет про то Как Белелединов и Зенитула Станет руководителем Акбарса Главным тренером Но По моей информации Билл в очередной раз от этого отказался То есть он работает в команде Работает с вертикалью Воспитывает молодежь Сейчас он начал помогать Акбарсу Но ни разу на лед пока с командой не выходил Он может заниматься индивидуально развитием игроков Но ездить куда-то там В турне Выдерживать марафон 68 матчей Плэй-офф Нервотрепка И все остальное Билл к этому не готов Плюс он не хотел подсиживать своего друга из норка Сейчас приходить на его место По горячим следам Может быть это случится после Нового года Но надо посмотреть Как пойдет у исполняющего обязанности Юрия Бабенко Если Акбарс на самом деле Вышел из пике И будет дальше всех побеждать То может быть его и оставят И со временем уберут приставку ИО Как случилось в авангарде с Михаилом Кравицем Если у Бабенко все пойдет Поэтому не просто так В релизе Акбарса была оговорка Что они смотрят до Нового года Так что месяц Декабрь у Бабенко есть Штаб остался Убрали просто из норка Теперь по поводу Хартли Появилась дальше информация Что практически договорились с Бобом Хартли И это уже прям дело решенное Акбарс вышел на него с предложением Я связался с Хартли Мы знакомы, общаемся И он сказал С тех пор как он принял решение Больше не работать главным тренером КХЛ Он получил несколько предложений от разных клубов Отвечал им всегда одинаково Я ничего в свое решение менять не буду Я вам кстати показываю скрин его ответа То что сейчас он готовится отметить рождественские праздники Вместе со своей семьей впервые за многие-многие годы Он работает в трех академиях Одна в России Две в Канаде Он будет приезжать кстати в Омск в январе Свои планы он менять не хочет И выходить из зоны комфорта тоже не собирается Даже если Акбарс ему предложил какие-то большие деньги При том что Акбарс не мог бы перебить предложение Авангарда Который за любые деньги готов был продолжить сотрудничество с Хартли Как с главным тренером Еще когда они думали ставить Рябыкина на этот пост или нет Так что с Хартли у Акбарса явно Ничего не вышло Он отказался официально мне в этом заявлении Может ли быть Дмитрий Квартанов я сомневаюсь И я думаю что на самом деле какого-то большого тренера Акбар сейчас не поставит Потому что большой тренер это под него надо набирать состав Под него надо готовить предсезонку Чтобы команда набрала форму Надо просто как бы перезагрузиться на экваторе сезона Когда середина, половина матча уже пройдена Сейчас будут матчи звезд Бабенко поработает с коллективом И дотянут до плей-офф А там уже как пойдет Так что мой прогноз будет именно так Вряд ли кого-то поставят Но Хартли оказался Билл будет просто помогать со стороны Знарок его ушли И интересно Будет ли он еще по ходу своей карьеры Работать главным тренером в КХЛ Должно сойтись несколько обстоятельств Думаю до конца этого сезона он точно отдохнет Потому что после Казани надо еще перезагрузиться ему тоже Вот такие у меня новости Что вы думаете об отставке Увольнении серого Олега Знарка Пишите в комментариях И мы конечно в передаче отдела хоккея На канале РБ Хоккей Посвятим этому отдельную программу Это будет в районе четверга-пятницы Пока-пока Еще раз добрый вечер всем коллегам Олег Знарок главный тренер Акбарса Олег Владимирович ваш комментарий по игре Ну в первую очередь хотел бы говорить болельщиков За поддержку Конечно сумасшедшая была Наверное нам энергии дали Так по игре Ну наверное Это была хорошая игра с нашей стороны Все четыре звена неплохо сыграли Вот так как-то Вопросы коллеги Пожалуйста Олег Владимирович, добрый вечер В большинстве сегодня неплохо играли Уделяли ли больше времени этому компоненту игры На тренировку Спасибо Еще вопрос Олег Владимирович, добрый вечер За несколько дней такие два разных сценарию По игре матча Еще раз За короткий период времени Такие два разных матча С Сибирью проиграли Шесть пропустили Сегодня обыграли сильного соперника Все-таки Что поменяли за этот короткий период Там сыграли просто грамотно И все Там Там с 1-3 нужно было выходить А здесь мы играли Получится ли так дальше играть грамотно в каждой игре? Надеюсь на это, конечно У Шипачева 7 очков В последних четырех играх Вы видите Со своей стороны Улучшение в его игре Не в плане результативности А в плане качества игры Ну он должен играть еще лучше Может он играть еще лучше? Да, конечно А почему нет? Есть еще вопросы? Пожалуйста Олег Валерьевич Радулов Когда ждать Радулов Ну Сегодня не катался Не знаю Надеемся В следующей игре Рахмет Рахмет Будут еще вопросы? Пожалуйста Александр Мишинич Матч Валик Валерьевич Поздравляем с победой У вас команда 9 или 10 матчей подряд Забивает в большинстве Это вот В продолжении вопроса коллеги На что были сделаны Особые акценты При наигрывании? Потому что мы видим разницу До этого В начале сезона Помним 35 Попыток нереализации Забыли Сейчас 10 матчей подряд Команда забивает Это здорово Спасибо Ну, наверное У нас, в принципе Мы и надеялись С начала сезона Что у нас Такие игроки собрались Которые должны забивать В большинстве Мы ждали этого И тренировали Практически Каждый день тренируем Ну, вот, наверное Дало свои плоды немножко Все, коллеги Спасибо 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 большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!